Я приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Это канал Вязание и Я. Меня зовут Юлия. И в сегодняшнем видео я хочу сделать обзор того, что у меня в работе, поделиться с вами моими новинками, вы, наверное, их уже все видите, и поделюсь с вами мыслями, которые у меня возникли в процессе изготовления изделия, над которым я сейчас работаю. Я начну с обзора того, что у меня в работе, расскажу, как вообще все это родилось. Это пул. Вы видите, достаточно яркий. Изделие вяжется сверху. Сейчас я кратенько вам расскажу, как вообще родилась мысль. Изначально у меня очень маленькое, катастрофически маленькое количество пряжи. Это 350 грамм и по метражу это 2100 метров. Вязать спицами в две нити, потому что нить тонкая, 300 метров на 50 грамм, у меня на изделие не хватит точно. Возможные жилеты я не ношу. А очень хочется иметь в гардеробе именно такого цвета пул. Я решила скомбинировать вязание спицы и крючка. И вот процесс пошел. Когда в момент работы, при переходе от спиц на крючок, уже было провязано 3 раппорта вверх узором крючковым, я меняю модель изделия, в прямом смысле слова, с ног на голову. И у меня начинается работа сверху с круглой кокетки. Как вы видите, резинка и круглая кокетка. То есть на вот этом этапе, вот на этом этапе, вот здесь примерно, я решила, что это будет изделие сверху. Почему я так решила? Ну, во-первых, мне хотелось бы иметь модель, где я могу спустить при необходимости плечо. Во-вторых, при нехватке пряжи, я понимала, что мне, возможно, придется комбинировать с другим цветом. Или что-то придумывать. Но мне хотелось, чтобы наверху изделия был именно этот цвет. И вот процесс пошел. Я использую в данной работе очень простые узоры. Посмотрите, очень простые. Вот переход. Абсолютно, абсолютно простые. Ничего сложного, ничего сверхъестественного. Почему я использую именно такие узоры? В моем понимании, вещь такого цвета, вообще вот ярких цветов, смелых, дерзких даже, я бы сказала, не требует под собой дополнительного обременения узорами. Сложными или ажурными, потому что ажур теряется. Косы, ну, они не выделяются на этих цветах, ну, ни к чему. Это лично мое мнение. Я предпочитаю изделия из таких цветов обыгрывать моделями, фасонами изделий. Более того, состав пряжи, с которой я работаю, это стопроцентный меринос, ластер. То есть, достаточно качественная пряжа. Изделия из качественной пряжи, из натуральных волокон, всегда имеют лоск, шик, благородство. Поэтому, ну, ни к чему в моем понимании его перенасыщать. Но это лично мое мнение. Возможно, у вас оно будет иным, и оно имеет место быть. Мы же с вами творцы, мы производим то, что нам нравится, то, что мы носим. Почему нет? На сегодняшний день у меня отвязан, рукав будет укороченный в изделии, примерно 3 четверти, может быть, чуть ниже локтя, не доходя до 3 четвертей. Вот у меня остаточки, совсем чуть-чуть остаточки от мотка, и есть еще в наличии один моток. Ну, это совсем мало, и изделие вниз у меня связано до области, ну, вот, ниже пупка. То есть, даже не дошло до бедер. Что в итоге получится, это вот, в первый раз я вяжу такое вот экспериментальное изделие для себя. Вернусь сейчас к моим мыслям о составе пряжи. Я вообще люблю вязать вещи для себя из пряжи натурального состава. Будь то шерсть, хлопок, лен, шелк, махер, махер на шелке, кашемир на шелке, меренос на шелке. Очень люблю. Получаю от этого истинное удовольствие от процесса работы, от носки вещей. Вот просто замечательно. Я чувствую себя в таких изделиях. Но, есть нюансы, есть моменты, когда я использую более пряжу бюджетную, с ненатуральными составами. То есть, есть натуральный состав, частичный. Из стопроцентной синтетики я не вяжу изделия. Не люблю. Не люблю вообще. Не по тактильным ощущениям я в них чешусь. Может быть, это, конечно, мои предрассудки. Но, вот как-то вот повелось так, что я не работаю стопроцентной синтетикой. Ну, может быть, за исключением тюлипа. Это великолепная пряжа. Мне она нравится. Там стопроцентное синтетическое волокно. Но, это изделие, которое просто делает вещь, пряжа, которая делает вещь богатой, праздничной, нарядной. Да, это исключение. Когда, в каких случаях я буду вязать вещь с дополнительным составом синтетики? Это, во-первых, изделие для ребенка. Почему? Дети наши очень быстро растут. И вязать из дорогой пряжи, из натуральных составов, ну, просто не имеет смысла. Ребенок ее относит один сезон и вырастет. Во-вторых, ребенок часто сажает пятна на вещь. А пятна проще всего вывести из синтетических волокон. Из натуральных волокон все равно пятна остаются. По крайней мере, я никогда никакими средствами не могла их вывести. Никогда. Далее. Это пряжа от проверенных производителей, которая зарекомендовала себя очень хорошо. Изделия, которые не деформируются, не пилингуются. Ну, вот, я к таким производителям отношу турецких производителей, компании Ализе. Мне нравится их пряжа, которая полушерсть, полухлопок. Очень хорошая пряжа. Очень. Я не считаю ее, кстати, бюджетной. Она далеко не дешевая пряжа. Есть аналоги такой пряжи с таким же составом, но по цене кратно, кратно дешевле. Далее. Это я вот вам назвала две причины для ребенка, да. Почему я буду вязать из пряжи бюджетной. Что еще я буду делать? Как я буду обыгрывать пряжу, которая более-менее бюджетная, да? Не из натуральных волокон. Я ее буду обыгрывать узорами, чтобы сделать изделие более привлекательным. Я не хочу, я никогда, ну не то чтобы никогда, но не люблю я вещи вязать, которые можно купить. То есть полотно моего изделия очень редко напоминает фабричный трикотаж, из которого просто люди могут его купить в магазине, пошить тот же пыловер и носить. Я люблю, чтобы в моих изделиях была изюминка. Помимо того, что я обыграю это изделие узорами, да, я могу использовать пряжу эту для, вот, более бюджетную, да, с ненатуральными волокнами, для изготовления изделия, которое имеет актуальность. То есть это модель, которая выйдет из моды через один-два сезона. То есть связав это изделие, относив его за определенную там сумму, мне не жалко будет с ним расстаться. Что я не могу сказать о вещах, которые связаны из итальянской пряжи, из шикарнейших мериносов, альпаки. Мне всегда жалко расставаться. У меня гора сейчас вещей, которые мне малы, и я не могу с ними расстаться. Они вот у меня лежат, и отдать кому-то не могу, потому что у меня никого нет из моих знакомых такого размера, да, потому что вещи, посаженные на индивидуальную фигуру, ну, нету знакомых. И выбросить вообще рука не поднимается. Особенно, когда у меня связанные вещи по моделям H&M или Ускара де Лоренто из дорогущих материалов. Себестоимость изделия по пряже, не считая работы, выходит в районе трех-четырех тысяч по пряже. Как можно с этим расстаться? Как это можно выбросить? И распускать изделие. Ну, смысл? Ну, распущу я его. Перевязать из него что-то, другую какую-то модель, все равно не хватит пряжи, добавить мне нечего. Вот, было бы очень интересно узнать ваше мнение, что вы делаете в данном случае, если у вас изделие вам мало, но оно прекрасного качества и достаточно актуальное на сегодняшний день. И оно в идеальном состоянии. Вот что вы делаете? Мне очень-очень-очень будет важно знать ваше мнение. Продать баушную вещь, я тоже не умею продавать баушные вещи, честно вам скажу. За исключением одного случая, у меня буквально на днях, моя подружка сняла с меня тунику. Сняла тунику и забрала ее себе. Ну, в плане в том, что она ее приобрела. Конечно же, по стоимости в два раза дешевле, нежели если бы я резала это изделие на заказ. Вот, теперь я хочу с вами поговорить о том, на чем я не буду экономить при работе с пряжей, с ненатуральными волокнами. Я никогда не буду экономить на фурнитуре. Если изделие требует пуговиц, лент, трикотажных резинок, ввязывания, да, резинок, каких-либо кнопок, крючков, вот на этом экономить я точно не буду. Если это пуговицы, то они должны быть дорогими и привлекать внимание на себя. То есть, я хочу, чтобы человек, видя изделие, у него сложилось впечатление о дороговизне этого изделия. Кстати, вот насчет трикотажных резинок, они тоже есть с разницей в два раза по цене. И можно взять, они вроде одинаковые на внешний вид, но при носке изделия, они либо рвутся, лопаются внутри, да, либо растягиваются, деформируя при этом вещь. Вот на этом тоже я не экономлю. Кстати, вот на мне платье сейчас, и вот здесь, вот в этом уровне, вот она, у меня ввязана резинка. Я люблю, когда у меня все везде прижато, все никуда не ерзает, не перекручивается. Вот мне нравится, вот она. Дальше, на чем я еще не буду экономить? Я не буду никогда экономить на инструментах, на инструментах, которыми я работаю. Я уже очень-очень давно работаю инструментами фирмы Ади. Я не рекламирую сейчас их, это просто мое предпочтение этому производителю. Мне очень нравятся и крючки, и спицы. У меня есть практически все номера, которыми я работаю, но я работаю номерами до пятерки. Я не вяжу изделия шестым, седьмым, восьмым номером, ни спиц, ни крючка. Как-то не доводилось. Ну, я вот от полуторного крючка, да, если спица, это идет от двойки, до пятерки. У меня есть и крючки, и спицы с разным размером лески. Я их приобрела очень давно и приобретаю периодически. Вот, например, с моей пряжи я заказала спицы Ади номер 3,5. Я умудрилась поломать свои спицы от фирмы Ади данного номера, но они у меня были бамбуковые. Не люблю бамбук. Я взяла, у меня их есть два номера, были два, остался один. Не люблю, не люблю бамбуковые спицы, не люблю деревянные спицы. И объясню почему. Во-первых, они у меня в руках играют. Видимо, я вот так вяжу, у меня, может быть, крепкая хватка, я не знаю, у меня гнутся спицы металлические, ну, а бамбуковые у меня просто поломались. А почему я их брала, бамбуковые, я вам расскажу. Я вязала платье и вязала пул из Кид Махера от фирмы Сиам, Кид Сета Супер. И в данном случае пряжа очень скользкая, она на шелке. И в данном случае вот на этих спицах работать было идеально. Пряжа скользила в меру. Если она с металлических спиц будет убегать, петельки сами будут бежать по спице, то в бамбуке это все притормаживается и идет комфортная работа над изделием. И что еще мне не нравится в бамбуковых спицах, это острота спицы. Не нравится. Я люблю, чтобы тонкую ниточку было беспроблемно подхватывать. То же самое и в крючке. То же самое. Чтобы не было вот этого дополнительного торможения, и инструмент входил отлично в петлю для комфортного произведения. А, да, еще один момент, о котором я не сказала, в каком случае я буду работать пряжей с ненатуральными волокнами. Это в том случае, если я буду вязать изделия на заказ. Там, конечно, диктует свои желания заказчик. А мое дело воплотить в жизнь. Я, конечно, всячески переубеждаю своих заказчиков, что изделие получается дорогое. Вы вяжете его себе не на один сезон. И зачем отдавать большие деньги для того, чтобы мы связали вещи, отходили в ней сезон и выбросили его. Ну, пытаюсь все-таки переубедить. Очень многие меня слушают, очень многие прислушиваются. Ну, а если нет, сказали, нет, у нас дорогая работа, да, вот давайте сэкономим на пряже. Конечно же, я буду работать этой пряжей. Но на чем я в данном случае не сэкономлю? Я не сэкономлю на упаковке. Я должна упаковать так, чтобы человек, получив посылку, или из рук в руки получил заказ, у него должно остаться хорошее впечатление. У него должно подняться настроение. Еще до того момента, пока он его распакует. Вот. Я в упаковке в своей использую бумагу, шпагат. Это сейчас модно, это креативно. И смотрится это очень хорошо. Вот такие мысли меня посетили в момент работы над этим изделием. Вы знаете, я никогда раньше не задумывалась. Вот просто изготавливала свои изделия, да, и как-то это все шло на подсознательном уровне. А вот сейчас все это воплотилось в слова. И проведя параллель, изначально это были просто мысли, просто мысли. И проведя параллель между мыслями и изделиями, которые у меня уже есть, которые я изготавливала когда-либо в своей жизни, я поняла, что это не просто мысли, что это сформировавшиеся устои, мои принципы, мое видение изделия. Мне было бы также очень интересно узнать ваше мнение о работе дорогой пряжи, как вы обыгрываете эти изделия, и о работе более бюджетной пряжи. Ну, даже я сейчас не к цене подхожу, да не отталкиваюсь от цены, а о составе пряжи с ненатуральными волокнами, ненатурального состава. Пожалуйста, напишите мне под видео в комментариях, как вы изготавливаете изделия, в каких случаях. Мне будет очень интересно, потому что мастеров сейчас колоссальное количество, у всех изделия просто шикарнейшие. Я смотрю многих блогеров, девчата творят чудеса. Уважаю, очень уважаю всех мастеров, всех, которые когда-либо, что-либо, будь то вышивка, будь то вязание, шитье, готовят, изготавливают своими руками. Вот, всех уважаю, потому что это не просто люди, это люди, имеющие своё мнение, своё видение. Они творят, они творцы, они делают искусство. Очень-очень прошу вас, напишите своё видение. В чём-то вы со мной согласитесь, возможно, в чём-то нет. И это тоже прекрасно, если вы со мной не согласитесь. Может быть, я что-то для себя подчеркну из ваших комментариев. А может быть, вы даже в качестве тега возьмёте эти мысли и снимете по этим мыслям свои видео. Это будет очень интересно, очень. Буду с удовольствием читать, смотреть. Сейчас я перейду к моим новинкам. Что у меня появилось? А, кстати, я же не просто так это всё купила. Я тоже поделюсь своими мыслями. У нас грядёт 2019 год. Что у нас произойдёт? У нас произойдёт повышение ставки НДС на 2%. А это значит, что у нас подорожают товары, подорожает бензин, логистика вообще вся. В том числе, я думаю, что подорожают расходы по доставке, если приобретать пряжу в интернет-магазинах. И вот я решила немножечко подзатариться, так скажем. Это не вся пряжа, которую я заказала. Это только та часть, которая у меня пришла на сегодняшний день. Ещё у меня в пути из Питера, из магазина Индига Шир. Я решила попробовать. Никогда, кстати, не вязала слонимской пряжей. Но, почитав много отзывов, посмотрев массу изделий, которые девчата творят из неё, из слонимской пряжи, мне очень нравится, как это смотрится. Очень нравится, что пряжа держит и ораны, и резинки. Кстати, с 30% составом шерсти. Вот это уникально, да. Очень редко, когда акрил, полиакрил и прочие синтетические волокна отлично держат именно резинки и косы. Вот мне интересно попробовать. Я заказала два цвета, они мне придут, и я обязательно вам покажу. И покажу, конечно же, что я буду из них изготавливать. На сегодняшний день мне пришла посылочка Ализе Ланаголд Файн. Всем известная, моя любимая, полушерсть, проверенный производитель. Очень люблю работать этой пряжей. Очень люблю. Очень нравится, как получаются изделия, как они себя ведут в носке, в ВТО, в стирке. Я их стираю в стиральных машинах, сушу на батареях. Замечательно себя ведут вещи. Ничего с ними не происходит. Не пеленгуются. Износостойкие вещи, теплые вещи, дорогие. Пряжа не смотрится абсолютно в изделии дешевкой. Нравится. Хорошая пряжа. Так вот, я взяла себе вот этот вот цвет на пул. Люблю светлые оттенки. Да и с возрастом, вы знаете, я как-то сменила. Раньше я носила вот яркие оттенки. Очень любила оранжевые, ярко-красные. Всячески кричащие цвета. Сейчас все-таки я люблю более приглушенные, припудренные, припыленные, скажем так. Более натуральные какие-то цвета. Может быть, это поменялось мировоззрение. Может быть, все-таки я подхожу к среднему возрасту. И не могу позволить себе одеть где-то кричащий цвет. Может быть, это мои предрассудки. Ну, вот так. Цвет этой пряжи 450. Она молочная. Ну, в принципе, камера передает цвет хорошо. Вообще, очень-очень хочу себе какой-нибудь... Я не знаю, какой еще... Какая еще будет модель. Таракашки пляжут в голове. Начинаем одно, заканчиваем, как всегда, другим. Такое бывает. И часто очень. Ну, вот. Раз. Это тоже пряжа Alize Lana Gold Fine. Это тоже я хочу на пул. Мне нравится этот цвет. Цвет называется на разных сайтах по-разному. Но что-то вроде пыльной розы. И на самом деле цвет соответствует. Я не буду раскрывать упаковку. Вот тоже самая камера при дневном свете передает этот... При дневном свете передает цвет пряжи очень хорошо. Цвет, кому интересно, номер 28. Очень-очень такой приятный, теплый цвет. Вкусный, я бы сказала. Это будет тоже мой пул. А вот эту пряжу... Я взяла ее в две упаковки. Alize Lana Gold Classic. Метраж 240 на 100. Девочки, я открою сейчас упаковку. И покажу вам камеру поближе этот цвет. Посмотрите. Это что-то нечто потрясающее. То есть это какой-то светло-коричневый с бежевым. Меланжевый. Вот я уже прямо вот вижу кардиган. Вот прямо вижу. Ой, какой цвет. Какой благородный цвет. Я думаю, что изделие будет бомбовское. Кстати, по нему это будет моя следующая работа. На ближайший мой план это кардиган из этой пряжи. И я буду снимать по нему мастер-класс. Потому что то, что у меня в голове, в описательной части дать не получится. Там будут бланки изделия, переходите в воротник. И вязаться все это будет сверху. То есть по как-то... Ну, я бы сказала, да. По реглан. Регланное вязание будет. Кстати, реглан... Кстати, реглан. Я для себя вяжу крайне редко. Наверное, это было всего... Да. Это было всего два изделия. Почему? Потому что, мне кажется, он мне не идет. У меня большой переход между верхней частью тела и нижней. Песочные часы, я бы сказала. Даже нет. Не песочные часы. Слишком красиво я себе говорю. Гитара. И вот, когда идет линия... Регланная линия... Мне кажется, это еще больше уменьшает мои плечи. По сравнению с моим шикарным низом. Ну, вот это изделие я буду вязать на... По длине середины бедра. И я думаю, что здесь реглан не даст такого эффекта. Нежелательного для меня. Вот. Ну, попробуем, девочки. Попробуем. Очень красивый цвет. Кстати, номер цвета 650. Ой. Я вот прямо хочу уже начать. Но. Я всегда вяжу. У меня одно изделие в работе. Мне кажется, так получается более результативно. Я не умею, не хочу вязать. По два, по три изделия. Вообще, восхищаюсь мастерицами, которые имеют и по три, и по четыре, и по пять изделий в работе сразу. И все успевают, и выдают за месяц это все. Плечевые, причем, изделия. Молодцы. Молодцы. Но я так не умею. Я еще, может быть, смогла бы иметь два изделия, если бы это была крючковая работа и спицевая работа. Тогда, да, устала от спицы, перешла на крючок. Но я даже этого не делаю. А вязать несколько изделий в крючке или несколько изделий в спицах. Да вы молодцы, дорогие мои мастера, если вы так делаете. Молодцы. Мне до вас еще гнаться и гнаться. Я так не делаю. Поэтому я закончу сейчас свой пул, который у меня в работе, и приступлю к кардигану. Да, это еще не все то, что я приобрела. Еще я приобрела булавки фирмы Гамма. Булавки 11 миллиметров. 110 миллиметров, 11 сантиметров. Они мне понадобятся для, кстати, вязания вот этого кардигана. Там будет у меня пересъем петель плеча, рукава, рукава, да, на булавки. Я не буду их закрывать. Поэтому мне они сейчас пригодятся, я их взяла. Ну вот, такие у меня новости. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Я жду ваших комментариев под видео. Мне очень интересно ваше мнение. Пожалуйста, пишите мне. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До скорых встреч!